Кроме папы нет кумиров, но Ольга Бузова где-то вот стереотип, что у нас в школе прививают любовь к Путину. Прививают. Но я его люблю и без этого. Ну это шутка была, сейчас проходить в школу нужно. Да, это шутка. Динара Курбанова У некоторых зрителей, я чувствую на себе сейчас их взгляд, и они не понимают, что за девчушка симпотная сидит сейчас в таком красивой желтой юбке. Расскажи немножко о себе, сколько тебе лет, где ты учишься, чем занимаешься? Опять же спасибо за симпотную девчушку, очень люблю комплименты. Так вот, меня зовут Курбанова Динара, мне 14,5 лет. С половиной, говорю, для создания такого образа ребенка. Так вот, мне 14 лет, и я учусь в кадетской школе в 9 классе. Сюда вы меня пригласили, как я могла догадаться, из-за моей активной, на мой же, опять же, взгляд, жизни в КВН. Я играю в КВН уже третий год, полностью влюблена в эту игру, пока что не вижу себя ни в чем другом, помимо творчества. И пришла поделиться с вами тем, чему уже научилась. Ну, ты поскромничала. Успехи твои в КВН, они не на твой скромный, не на твой взгляд, они прекрасны. Динара, ты побывала на дне рождения КВН в Москве, в доме КВН. Мало того, ты стала обладательницей малого кубка мэра Москвы. Выступление сборной детской я посмотрел. Это было прекрасно. Спасибо огромное. На самом деле, не одна я стала обладательницей. Ну, вручили тебе, если не ошибаюсь. Вручили мне, потому что я там самая взрослая была. И не уронила бы этот кубок, так как самому младшему участнику было три года, на секундочку. Ну, ладно, мы пойдем. Нам еще стадионы. Чемпионату надо достраивать. А ничего, что вы выдуманные персонажи. Поверьте, там сейчас любые силы пригодятся. Расскажи мне, как 14,5-летняя девчонка поехала выступать в высшую лигу, можно сказать, с командами высшей лиги. Обошла большую из них часть. Какие эмоции у тебя были? Мне было. Как только моему папе позвонили, позвонила не просто женщина, а женщина-директор детского КВН и сказала, что хотела бы видеть меня в этой сборной, я была в шоке. Я была рада. Но потом я рыдала, потому что это было, это, наверное, самый большой выход из моей зоны комфорта. Потому что лететь я должна была одна в самолете. В общем, у меня от момента, как я узнала, и до момента вылета, там было две недели по времени. Первую неделю я была в эйфории. Такое чувство было прям, ого, как круто, какую-то там девочку из Хабаровска. Как вы заметили, они высокомерные? На самом деле нет, высокомерные. Так вот, позвали в Москву, а потом, чем ближе момент вылета, тем я больше накручивала себя, переживала, было страшно на самом деле. Но потом поняла, что это все зря, поняла, что это огромный опыт, рано или поздно это должно было случиться. И вот как только приземлилась в Москве, выбрала себе такой стиль действий, идти за кем-то. Пошла за женщиной, она не знала, что я за ней иду, проследила до момента получения багажа, получила, меня встретил мужчина, повез ночью на незнакомой машине в какую-то гостиницу. Если вот этот момент вырезать, то это страшно звучит, да? Мужчина повез в гостиницу, ребенка. И вот в первый день, конечно же, мне опять-таки было волнительно, страшно, но потом, как начался рабочий процесс, все вот эти страхи я куда-то убрала. И просто там настолько это было все, там не было свободной минуты, чтобы переживать. И я вот как-то влилась в рабочий процесс, и все, и отлегло. И волновалась в следующий раз, как только обратно летела. Потому что ту женщину, за которой ты шла в аэропорту, и не было, куда идти, ты не знаешь. Ее не было. Видимо, она осталась там в Москве на подольше, а я прилетела в наш родной и любимый Хабаровск. Как я понимаю, в целях безопасности десантники представлены в масштабе 1 к 10. Ну, няшки в тельняшках, что скажете? Как говорит командир нашей роты, кубок мэра Москвы, это как день десантников в парке Горького. Кто-нибудь обязательно поучит. Я не открою секрет, да, что одна из твоих конкретно фишек – это твой голос. Серьезно? Это образ, это голос, это образ или это действительно твой голос? Это мой голос. Это, знаете, интересная история. До того, пока я не пошла играть в КВН, абсолютно никто не обращал внимания на мой голос. Может, это вам покажется странным, но так и есть. Да ладно. И еще больше. Те, кто со мной общаются хотя бы с периодичностью раз в два дня, они абсолютно не замечают никакой изюминки в моем голосе, потому что это абсолютный мой здоровый голос. Просто как ваш голос, так и мой. Они ведь не похожи с другими голосами. Просто, наверное, здесь играет на контрасте моего возраста и возраста моего голоса. Но я, кстати говоря, очень рада, что он у меня такой. Я, кстати говоря, не делаю большого акцента на этом в обычной жизни. Но опять же, благодарна тому, кто мне его подарил. Не знаю кто, может, папа. Благодарна за то, что он у меня такой. Не буду отрицать то, что он мне дал огромный толчок в КВНовской карьере. Если это можно так назвать. Конечно, можно, Динара. Тебе можно все, что угодно. Спасибо. Давай вернемся немножко в Москву. Угу. С радостью. После того, как закончилась игра, когда ты с малым кубком мэра Кевином хотел сказать, но не буду торопить события, еще все впереди. Ты победительница. Ваша команда победительница. Было ли у вас автопати какое-то? Было ли чаепитие? О, как хорошо, что вы об этом спросили. Автопати – это из разряда того, что вот эти шестилетние дети играли в бутылочку. Это было… Чем единственное это было похоже на взрослый банкет, так это временем. Это было в 11 часов вечера. Нам арендовали помещение. Нам заказали торт. Слава богу, что взрослые ушли. Там началась полная демо-версия взрослого банкета. Только в обратном порядке. Сначала мы дрались. Естественно, не я, но говорю мы, так как мы команда, это были шестилетние дети. Дрались между собой. Я опять же снимала. Не разнимала, а снимала. Ну, а что разнимать? Дети, всем хочется повеселиться. Заслужили, так сказать. Я, естественно, не дралась. Ну, по крайней мере, меня никто не снимал. Ты уже несколько раз на этом сакцентировалась? Начинается с подозрения. Так, папа ведь будет смотреть. Так вот, мы пили компот, морс. Не знаю, что там было за красная жидкость. Представляю, что это не компот и не морс. И, естественно, со всеми вытекающими. Хочу сказать, что коллектив за вот эти две недели нашей плотной работы над выступлением очень сплотился. Хочу сказать, что мы ждем дальнейшей встречи. А в феврале мы встретимся. И пусть это будет встреча в разных командах. Пусть мы не будем опять-таки вместе жить. Но я уверена, что мы будем в дальнейшем общаться, дружить, драться, снимать. То есть, опять-таки, я очень рада, что попала именно в такой коллектив. И пусть он был для меня немного детским. Пусть мне там было не всегда интересно. Но действительно, там собрались ребята, которые не меньше, чем я, любят КВН, отдают ему все силы. Это, на мой взгляд, была довольно-таки успешная идея собрать сборную детей. Я, как Эрнст, люблю быть первой и рулить командой всей. Динара, немножко хочется с тобой поговорить о серьезном. Хотя, в принципе, у нас сегодня по КВН-овским меркам не очень смешной разговор получается. Но, тем не менее. Хотелось бы обсудить с тобой последние новости. Буквально коротко, какие-то короткие комментарии. Владимир Путин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, я, как кадет, не могла этому не удивиться. Шутка, я этому не удивилась. Потому что я не думаю, что стереотип, что у нас в школе прививают любовь к Путину. Прививают. Но я его люблю и без этого. Я очень довольна политикой, проводимой нашим президентом. Буду заставлять папу и маму голосовать за Владимира Владимировича. Силовыми методами будешь их заставлять? Думаю, маму возможно, а папу точно нет. Там убеждения все-таки больше. Да, там скорее женская хитрость. И мудрость. И мудрость. Естественно. В октябре мы отмечали, мы, я имею в виду всю нашу страну, столетие Октябрьской революции. Как конкретно этот праздник отмечала ты? Я этот праздник отмечала в школе. Презентации, которые я готовила к уроку. Не сказать, что я заинтересована историей, прям копаюсь там в мельчайших подробностях. Ну, на уровне школьной программы, плюс там небольшая заинтересованность, знаю. Знаю, что событие довольно такое неоднозначное по сей день, но я больше склоняюсь ко мнению, что событие это повлияло во многом на ход истории. Не сказать, что я рада, что оно... В общем, думаю, что не мне стоит об этом говорить, но отмечала я это так же, как и все, не как в школе, на уроке. Самым популярным российским музыкальным видео в YouTube стал клип на песню «Между нами тает лед» группы Грибы. Как считаешь, действительно лучшее видео этого года в России? Нет, лучшее видео этого года – это клип Ольги Бузовой «Мало половины». Там все от харизмы до аранжировки, все отлично. На самом деле, это не сарказм. Я, вопреки стереотипности об Ольге Бузовой, я думаю, это уместно такое говорить? Конечно, уместно. Не совсем понимаю, а какие стереотипы ты имеешь в виду? Ну, стереотипы. В общем, здесь скорее стадное чувство, чем стереотипы. Не так выразилось то, что Ольга Бузова не умеет петь, Ольга Бузова зло, Ольга Бузова плохо. На самом деле... Она умеет петь, она добро и это хорошо. Она умеет петь, ну, я тоже не умею петь, но это не говорит о том, что она не должна петь. Для меня, так как у меня, кроме папы, нет кумиров, но Ольга Бузова где-то вот на подходе, потому что человек очень целеустремленный, человек, который... Вот чем она отличается от группы Грибы? Кто-нибудь слышал что-нибудь о группе Грибы, кроме песни «Тает лёд»? Нет, скажите нет. А, нет. Нет. А вы слышали другие песни Ольги Бузовой помимо «Мало половин»? Скажите да. А, конечно. Да, все слышали, потому что человек не останавливается на достигнутом. Прости, ты так же отца будешь уговаривать и голосовать за Путина, как меня сейчас? Наверное, да, аргументируя тем, что человек не останавливается на достигнутом. Это прекрасно. Мне кажется, это лучший комплимент Владимиру Владимировичу. И Ольге Бузовой, но не группе Грибы. И всем, и твоему отцу. Точно. Естественно. Динар, как считаешь, о чем шутить нельзя? Ну, существует. Я, когда только пошла в КВН, пришла в школу КВН, которая у нас в Хабаровске взрослые КВНчики проходит, и там они выдвинули список. Это религия, война, люди, умершие не так давно. В общем, не буду перечислять, скажу коротко. Шутка не должна никого обижать. Она может стебать, но добра. То есть говорят, что в телевизионной версии нельзя шутить о политике. Я не столкнулась с этим, так как я еще не приносила на редактуру высшей леги шутки о политике. Надеюсь, принесу когда-нибудь. Надеюсь, не через много лет, а через мало лет. Так вот. Да, действительно, в телевизионной версии цензура больше. Нельзя шутить, затрагивая интересы людей, которые их могут обидеть. То есть правило простое. Нельзя обижать людей своими шутками. Ты обижала когда-нибудь людей своими шутками вне КВН? Да, я обижала людей своими шутками вне КВН. За что я очень хочу перед ними извиниться. На самом деле нет, потому что я этого не осознаю. Я шучу, я ведь добрая, я их очень люблю. Но они иногда просто не понимают. Да, просто советую им больше смотреть КВН, больше читать какие-то юмористические передачи. Конечно, интервью на нашем телеканале. Динара, вот можешь сейчас в камеру извиниться перед конкретным человеком, кого ты обидел? Папа, извини меня, пожалуйста. Я действительно считаю, что ты можешь обижать нашего кота за то, что он рвет наши обои. Извини меня, пожалуйста, я не буду больше по этому поводу писать стендапы. Я тебя люб. И голосуйте сами, знаете, за кого. Ну все, теперь у отца нет шансов. Скажи, пожалуйста, Динара, я так понимаю, родители вообще все-все-все поддерживают твое движение в КВН, твою карьеру. При этом ты сейчас, вот ты вернулась из Москвы, сейчас поучишься и снова в Москву. У вас будет игра тоже, телевизионная запись. Ой, извините, что перебила. На которую уже согласился прилететь мэр нашего города. Александр Николаевич. С пресс-конференции у него. И, правда, с таким написанным для меня текстом. Ну ты сама его писала? Да, да, да. Ну естественно. Сама с помощью, ладно, без помощи. С помощью папы. Вот так будет, чтобы никого не светить. Папа, привет. Так вот, и я спросила, сможет ли он приехать и поддержать нашу команду. На что он с таким, с огромной, с огромной горящей инициативностью согласился и сказал, если у него будет возможность, он приедет. И добавил, что он постарается ее найти. Если Александр Николаевич говорит, что постарается. Да. Так что, ребята, готовимся. Мэр постарается прийти на нашу игру. Даже мэр, а вы? А вы? Динара, ну тем не менее, ты очень... По поводу учебы, да? Да, по поводу учебы. У тебя там энек, наверное, в дневнике... 163 урока. И это только за неделю, понимаешь? Да, это только за неделю. Так, 160 разделите на 6 рабочих дней. Ну, так вот. И посчитайте, как трудно учиться в нашей кадетской школе. Так вот, по поводу пропусков в учебе. На собственном опыте убедилась, что КВН может мешать учебе, это такой стереотип, только тогда, когда ты его не любишь. То есть, если очень сильно любить КВН, ты будешь для него искать время, не принося вред другим своим делам. То есть, я так же, как обычный ребенок, учусь. Сколько у тебя трое в дневнике? Ну, Аль, я отличница. Ты круглая отличница? У меня, причем ежедневная, за ежедневные уроки, у меня четверки проскакивают только по физкультуре. Опять же, спасибо шахматам. Так вот, рассказать... Да, он у нас... Ладно, про физрука отдельная история, я его тоже очень люблю. Он, кстати, единственный... Ты не знаешь, за кого он будет голосовать? Да я догадываюсь, но не буду говорить. Хорошо. Нельзя навязывать своем умение другим людям. Рассказать вам схему, как догнать пропущенное? Помимо того, чтобы... В принципе, в жизни? Да. Давай, конечно же, все телезрители хотят. Помимо того, что нужно привезти подарки тем учителям, по предметам которых ты много пропустил. Шутка, никому ничего не привожу. Мама говорит, везти лучше деньги домой. Так вот. Такая бесшуточная схема, вдруг кому-нибудь из детей пригодится, потому что КВНщиков немало, школу пропускаем все. Так вот, приезжайте с Москвы, с Переяславки, неважно, где вы играете, на каком уровне. Считайте, сколько предметов по каждому предмету вы пропустили, и столько тем параграфов вы читаете. Не делайте никакие уроки. А потом приходите, и выясняется, что вы уехали месяц назад на теме Второй закон Ньютона, и приезжайте на теме Второй закон Ньютона. Как будто Ньютон ничего за это время не придумал. Да, такое ощущение, что Ньютон ждал и поехал со мной на игру. Вот такое ощущение. Так что не переживайте, если вы много пропускаете. По личному опыту много рыдаю, когда приезжаю. Маме с папой нервы треплю, что все я много пропустила. Потом главное вот этот момент пережить, прийти в школу, не откладывать. Это та же схема после больничного. Не бойтесь приходить, вы почувствуете вот этот дух стен, и поймете, что вы не самые глупые в этой школе. Может быть, даже наоборот. Можно даже в нее не ходить. Приходите на экзамены, все сдадите. Ну, это шутка была. Сейчас-то ходить в школу нужно. Да, это шутка. Очень правильно, что на день рождения КВН пригласили именно детскую команду. Нам как раз им в сумме 50 лет. Вообще-то КВНу в этом году 56. Не благодарите. Гинара, напоследок. Мы в самом начале интервью про это заговорили, точнее, ты подняла эту тему. Твои амбиции в КВН и, в принципе, по жизни, чего ты хочешь? Можно я вам прямо скажу то, что я реально думаю? Ну, а потом вы подредактируете. Конечно. Давай. Говорят, что КВН уже не тот становится. Я как просто, наверное, не буду говорить, что я его больше всех в мире люблю, но не меньше всех в мире, и я действительно отрицаю это. Но если присмотреться, действительно чувствуется, что уровень понижается. Ну, может быть. Может быть. И в будущем я просто хочу в случае, если это так и есть, поднять КВН, внести в него что-то новое. Не сказать, что я хочу стать новой Масляковой, новым Масляковым, да. Президентом. Президентом КВН. Я, наверное, хочу для начала выиграть высшую лигу, но это не будет моей конечной целью. В будущем я хочу также развивать КВН, помогать Александру Васильевичу вносить туда что-то новое, потому что сейчас КВН, наверное, теряет свою молодежность, несмотря на то, что огромное количество таких, как я, помладше, постарше молодых людей играет в эту игру. Все-таки не хватает, наверное, молодежных, актуальных тем, которые могли бы заинтересовать не только меня, там, 18-летних. Я хочу такие темы, чтобы были в КВН, которые могли бы заинтересовать абсолютно всех. Так же... Например, что? Я не знаю, что. Я над этим работаю. Я действительно... Это просто не слова. Я действительно ищу такие темы для шуток, которые могли бы быть интересны всем. Или даже не то, что интересны, понятны всем. Многие шутки на данный момент, они воспринимаются одними как вау-шедевр, а другими, что этот человек говорит. Вот я над этим хочу работать. А по поводу того, к чему я стремлюсь, наверное, просто плыву по течению, вкладываюсь в каждую игру, которая предстоящая, со всей отдачей. Не говоря, что не по принципу, ну, на эту игру возьму такие шутки послабее, потому что там это уровень пониже, а на другую оставлю эти. Нет, я на каждую игру и призываю всех не вкладываться в то, во что ты делаешь, со всей отдачей. И тогда результат не заставит тебя расстраиваться. Вот так. Динара, спасибо большое тебе за сегодняшнюю беседу. Мы вместе с Александром Николаевичем, в том числе, будем следить за твоими успехами. Спасибо. Пока. До свидания. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!